Приветствую всех любителей Дикого Запада, с вами по-прежнему Rears, это игра Red Dead Redemption 2. Сегодня у нас начало очень интересной рубрики. Сегодня мы начинаем проходить испытания в этой замечательной игре. Что такое испытания? Испытания это такие небольшие задачи, после выполнения которых дают определенные награды. Например, кобура, пояс, патронтаж, вторая кобура и так далее. И по окончанию прохождения всех испытаний дают еще уникальный костюм со своими уникальными характеристиками. Собственно, ради чего все это затевалось. Я подготовился основательно, сделал талисманы по возможности, какие мог, сделал все амулеты. Тоже, какие мог, поубивал практически всех легендарных животных. Сделал большую сумку. И в этой сумке, кстати, давайте сразу вам расскажу, что меня удивило очень сильно, что в этой сумке слоты 99. Представляете? Просто по 99 слотов в этой сумке может находиться. Обычной сумке 5, в улучшенной сумке 10, а в этой 99. Чтобы открыть эту сумку, нужно скрафтить все сумки, которые доступны в вашем лагере. Тогда откроется рецепт на эту сумку. Итак, с чего начнем? Давайте расскажу вам про эти испытания поподробнее. Испытаний есть 9 категорий. Находятся они в разделе испытаний. Всего их 90 штук. По 10 испытаний на одну категорию. В каждой серии мы будем выполнять сразу целую категорию испытаний. Начнем с мастера охотника. У меня уже по мере прохождения игры выполнилось, само собой, 3 из 10 испытаний. Давайте расскажу вам быстренько, какие здесь есть. Здесь нужно было мастер-охотник уровня 1. Освежуйте 3 оленя. За это дали кобуру мастера охотника. Второго уровня испытания. Раздобудьте. 3 кроличьи шкуры в превосходном состоянии. И третье испытание. Высадите 10 различных видов животных с помощью бинокля. Просто нужно было в бинокль смотреть и изучать животных. На кнопочку на специальную. И также разблокировалось четвертое испытание. Подманить 5 животных и убейте каждого одним выстрелом. Как это сделать? Очень просто. Давайте сейчас это быстренько провернем. Нужно подкрасться к животному. Подманить его и выстрелить. И так 5 раз. А вот следующие испытания, они пока что заблокированы. Здесь следующие испытания заблокированы. Чтобы их открыть, узнать какие условия нужны, нужно сделать следующее. Пройти предыдущие испытания. И вот так по цепочке будет разблокироваться. Но есть же конечно же интернет. Их давным-давно уже все прошли. Кому не лень. Я особенный. До нас доходит все с опозданием. Ну да ладно. Следующее задание будет у нас связанное с медведем. Как вы видите, нужно будет 4-3 шкуры гризли. Либо черного медведя найти. Это тоже делается довольно просто. Я знаю одно место с местами обитания медведей. Все будет нормально. И так же последнее испытание. Чем мне привлекло именно начать с мастера-охотника. Здесь откроется дополнительно легендарное животное. Легендарная пантера. И за счет этой пантеры доступны нам будут уникальные вещи. За счет убийства этой пантеры. Если мы отдадим их охотнику. И будет доступен новый талисман. Который очень сильно нас брустанет. Не знаю, чем он конкретно нас брустанет. Но что-то полезное будет. Ведь каждый талисман дает что-то свое уникальное. Талисман и амулет. Амулеты можно использовать все сразу. А талисманов только два. Можно на себя нацепить. Предлагаю сразу переместиться в то место, где обитают медведи. Вот сюда. Вот здесь я встречал много медведей. Вот здесь бродят гризли. Здесь бродят черные медведи. Проблем с этим не будет. И также здесь водится пантера. Она нам тоже нужна. Во-первых, нам нужна шкура превосходного качества, чтобы прокачать дальше, по-моему, сундук в лагере Артура Моргана. Во-вторых, для испытания она нужна будет. Целых пять штук нам придется убивать. Поэтому сегодня тусим в той локации. Погнали туда. И, кстати, смотрите, что нашел у лошади. Не знаю, может для кого-нибудь будет открытием. Не знаю, где дается этот рецепт. Но мы можем крафтить. Мазь для лошади можем делать. Она восстанавливает статус выносливости и форсирует выносливость на один день. Форсирование статус. Что это такое? Это когда значок здоровья, либо выносливости, либо меткого глаза светится желтым. Это значит, что он не будет расходоваться. Полоска будет расходоваться, а сам значок, который находится внутри, целые сутки расходоваться не будет. Это очень круто. Чтобы использовать эту штуку, эту замечательную мазь, нужно перейти в раздел лошади. И вместо щетки выбрать, собственно, эту мазь. И на целые сутки наша лошадь не будет знать усталости. У нее не будет отниматься хп за счет того, что не отнимается усталость. И все. Такой вот небольшой лайфхак. Из чего она делается, подсказать вам не смогу. Но рецепт, скорее всего, можно купить у скупщика товаров. Ну и еще, собственно, один небольшой лайфхак. Бежите, бежите, бежите. На лошадке расходуется у вас выносливость. Нажали погладить. И она должна, по идее, восстановиться. Но сейчас нихера не восстановилась. Но можно сделать следующее. Сейчас попробуем еще раз. Вот. Восстановилась. Круто, весело и обалденно. Можно тоже практически бесконечно бегать на лошадке. Без использования стимуляторов дорогущих. Итак, мы прибыли на озеро. На этом озере должно быть полным-полно бобров. Вон уже вижу, один сидит. Берем вармид. Прицеливаемся. И вон, видим, уже красавчик сидит такой. А крикнуть его пока что нельзя. Давай спустимся вниз. Аккуратненько. Чтоб нас никто не запалил. Коняра пускай стоит там. И как раз сделаем... А, это херовый бобер. Давай поищем, наверное, получше. Ладно, давай того убьем. Просто, чтобы перенеслось наше испытание уже на следующее. И с одного выстрела убить его, главное. Не, ему похер, надо ближе подходить. Тупой бобер. Алло, я же тебе свищу. Давай еще раз. Бобрик. Еще, еще. Парнишка. Бам. Пройдено. Заберем шкуру. На всякий случай. Ага. Освяжите три медведя черных или гризли. Как раз мы рядом сейчас с этим местом. Итак, переносимся в зону к черным... К черным медведям. Как ночь. Для начала. Закушаем еды. Еще один лайфхак вам. Еда. С желтыми статами. С форсированными статами. Это крупная дичь с мятой, с душицей и с тимьяном. Обязательно собирайте и жарьте только вот с крупной дичью. Остальное мясо можете продавать. Либо вообще выбрасывать. Оно бесполезное абсолютно. Это единственное мясо, которое дает какие-то бонусы. И тоже точно так же на сутки у вас этот показатель расходоваться не будет. Который находится внутри. Очень хорошо использовать с тимьяном, который дает вам орлиный глаз. Или как он там? По-моему, орлиный глаз называется. И использовать вот это вот жевательным табаком. Он дешевый жевательный табак. И пополняет полностью шкалу вам жевательного табака своего. Жевательного табака. К шкалу меткого глаза пополняет полностью. Потому что шкала эта расходуется очень быстро. Если вы, конечно, ее используете во время перестрелок. Еще фишка этих испытаний. Что нельзя выполнить. Сначала, допустим, испытание восьмое или пятое. Затем перейти к первому. Нужно выполнять строго по списку. И этим напрягает. Во, во, рычит, слышишь? Черный медведь. Бежит, сука. Ну-ка, иди сюда. Вот черные медведи убегают, а гризли просто разрывают вам душу. Оп, оп. Попался. Качество херовое. Ну, можно тупо продать. Отлично. А, три всего медведя нужно? О-о-о-о. Это, это будет просто. О. Какое-то оружие, смотри-ка. Нож из рога. Воу, классно, слушай. А можно тебя рассмотреть как-то? Ой-ой-ой. Да, можно было почитать. Оружие. Нет, это обычный нож. Угу. Раритетный нож с рукояткой из оленевого рога и лезвием, частично обломанным у гарды. Найден неподалеку от раньше в Большой долине, на том месте, где один охотник сошелся в схватке с крупным медведем. Силы противников оказались равны. Да, я нашел еще вот такой топорик, прикольный. Каменный топор. Старый топор с большим каменным лезвием, кожаная плетка и украшением из перьев. Найден на индийском кладбище в Большой долине. Может использоваться как метательное оружие. Вот этот топор каменный. Вот он. Его можно было получить в GTA. Такое впечатление, что здесь где-то есть медведь. Да убери ты нож. Лупыш. О! А это походу нахрен гризли. Походу нахрен гризли. Стой, 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 стой. Стоять! Диши! Как ты мог промазать-то, блин? Бам, лежать. У-у-у! Говорит. Вот здесь пригодится жевательный табак. Лап. Бахнул и все. И восстановился. Ну вообще лучше перед началом боя его использовать, чтобы... Ну вы поняли почему. Надеюсь. Чтобы не прошляпить эффект. Чтобы эффект молоко не ушел, как сейчас у нас. Это скорее всего волки. Эй, волчок! Это медведь! Стой, собака! Сутулая. У-у-у-у! Бам! Так, аккуратнее надо. Тут плохие ребята тусуются. А, смотри, как еще можно делать. Не-не-не, не так. Оп, видал? Панты! Два раза на L1, если на PlayStation играешь. Либо на ЛТ. Есть! Пройдено! Убейте из лука пять пум и освежуйте их. Нихера себе вы гоните. Из лука, блин, убить. Ну давай. Нужны будут, наверное, улучшенные стрелы. Ну, на то же место отправляемся тогда. Где они, собственно, и водятся. Еще, вроде как, где-то здесь должна быть пума. Но я так ее и не нашел. Вот в этом месте должна она водиться. Но здесь тоже куча медведей было. А пум нет. Короче, пока что только в одном месте пума. Встречалась. Это именно если у вас не пройдена игра на 100%. Сюжетная составляющая игры. А если пройдена, то вам откроется следующая часть карты. И в ней пум полным-полно. Там три или четыре спота. Но я прибыл в места обитания пум. Это предыдущая пума, кстати, лежала. А вообще можно лайфхак применить. Собственно, мы это и сделаем, потому что нет столько времени. Как в прошлый раз я шарохался за этими пумами. Мы сейчас просто сохранимся вот здесь. 48,4%. И теперь тыкаем загрузить. Итак, мы возле лесника. Что-то не получилось, не сработало. Обновил карты. А в навигаторе нашем вот здесь. Кагуар должен водиться вот на этом полуострове. Погнали сюда, сходим по-быстрому. Японский городовой. Просто через всю карту бежать. Через три штата. Да ну нахер. Можно, в принципе, на поезде до туда добраться. Как и сделаем сейчас. За стар, не за какой-нибудь. Посматриваю, скорее всего. Из ращуги. Что тут? Это же нас запали, да? Ё-моё. Да, что ещё можно было ожидать? Уходим из города, пока нас не засекли, что это мы. А нет, как раз напротив Анненсберга. Да, туда нам и надо. Билет на поезд. Десять баксов заплатим. Ну, не так уж и дорого. Пока. Как будто прокатились с ветерочком. Валим отсюда. Бутать здесь нечего. Лошадка наша. Здесь. Хорошо, бежим сначала по кругу. Всё лицо в пумах. О! Профессиональный рыбак. Ну и чё толку сюда идти? Ладно. Уходим нахрен. О, о, пума. Бежит, бежит, бежит. Смотри, смотри, смотри. Тише, 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 тише. Давай. Убил. Есть. Какое качество. О, классно. Но это нужно в лагерь отвозить. Пять пум нужно, охренеть. Хорошо, продаём. Сундук из пумы. И осталась нам шкура вала. Здесь мы прокачали всё. Да, и у каста разведчиков две шкуры козы. Вот так. Подложить и всё. Хера себе, золотой самородок. В лошадке было. Я их раньше не обыскивал никогда. Сука. Вот, собственно, поэтому и не обыскивал. Пумы здесь нет, поэтому применяем тактику сон. Опа. Опа. Освежу им. Это вторая. Походу, ещё одна пума идёт. Да. Лежать. Херовенькая пума. Ну, засчитывается. Уже третья. Бегал вот здесь. Здесь кто-то нашёл какой-то интересный монумент. Не монумент. Пойдём посмотрим. Где-то тут во. Ещё один убийца. Языческий ритуал какой-то. Посмотрим, что Артурка накалякает, намалякает здесь. Показать. А, среди никаких не написал. Окей. Скорее всего, можно маску-то взять. Маска язычника. О. О. Прикольно. На шляпу меняем. Маск сохранилась. Ещё что-нибудь есть здесь? Нет. Вот здесь же и заночуем. Ого-го. О. Да, блин, нет. Значит, сожрёт же меня. Давай. Есть. Ух. Слушай, работай. Рабочий метод. Прям за 15 минут две пумы. Погнали спать. Даже то ж такое-то, а. Жраться, может, в халамину тогда? Во. Во. Ещё сильнее давай. Эй. Свет настроения сильнее. Во. Во. Вообще ништяк. О. 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 Всё. Вот так мы точно уснём. Ещё бухой. Вот и поспать можно. Лайфхатск. О, пума. Стой. Есть. Ух-ух. Выполнено. Чтобы последов... Ой-ой-ой. Сейчас будем читать, ладно. Сейчас будем читать, что же нужно сделать. Итак, используйте приманку, чтобы последовательно выманить и убить травоядного и хищника. Хищников и травоядных приманены и убиты одновременно. Вы чё, наркоманы? Ох, как это делать? Будем. Коёт считается же хищника? Мне кажется, да. Прям в этих угодьях давай. Ну, давай вот здесь, короче. Размещаем. Приманку для хищников. Нейтрализатор запаха сразу. Лошадку с собой забираем. Иди сюда. Оставим. Смотрим. Где-то здесь они должны быть. Кто-нибудь-то придёт же, да? Так, он идёт хищник. Ой, и олень идёт, смотри-ка. Окей. Прошёл? Прошёл, сука, прошёл. Поймать три мелких рыбы без помощи удочки и это тоже легко. Сейчас покажу, как. Будем рыбачить на динамит, ребята. Так, рыбу вижу. Пробуем. Так нельзя. Что-то селёдку выкинуло же. Экстремальная рыбалка на динамит. Взять. Взять. Хе-хе-хе. Ой, господи. Какая наркоманская рыбалка. Одну минуту сонул только. Ох ты ж, ё-моё. Вот-вот, на мелкоте, на мелкоте. Ты какая селёдка. Бам. Ух-ух. И чё, засчиталось? Я ж поймал без удочки, не? Так, я понял, надо мелких... Мелких нужно собирать. Рыбёшек. Мелких. Мелкашков. Убил. Есть. Пройдено. Убейте апоссума, притворяющегося мёртвым. Итак, апоссумы. В принципе, где-то вот здесь должны обитать. Затем вот тут. Давай, наверное, сюда пойдём. Через почту. Сначала на почту, а потом туда вниз. Мчали. Думаю, вам будет интересно. Я нашёл ещё одного, этого, охотничка. Вот здесь. Очень удобно, слушай. Сейчас мы ему как раз всё продадим. Здорово. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Быстрее. Фух. Вот он сидит. Изучим. Их два даже, смотри. Надо, чтобы они мёртвыми притворились. О, смотри. Раз один. А, да кто-то у нас уже 10-й получается. Найти и убить легендарную пантеру Ягару. Так. Какая кожа, хорошая шкура. Здесь ещё где-то было. Был один и посум, сразу нахер. Ушатаем. Он, вот этот хорёк. Запарился их искать. Пойдём убивать легендарную пантеру. Легендарная пантера, по-моему, находится... Вот тут. Идём сюда. Так, отлично. Мы нашли в области, где можно выследить легендарное животное. Что мы делаем? Мы сейчас разбиваем лагерь, спим до утра. Чтоб вам было видно получше. Говорят, что после третьей подсказки она на нас выбежит, эта пума. Надо сохраниться. Пойдём осмотрим. В эту сторону пошла. Он уже какие-то туши. О, она бежит. Нет, это не она. Сука, вон она. Мастер-охотник. Улучшенное снаряжение, мать вашу. Смотри, какой окрас. И эту пуму сейчас мы будем таскать у себя на плечах. Последний стрих сейчас будет. Ух, ну это только первое испытание, господа. Впереди ещё 8. 8 серий проверки себя. Поддаём легендарную пуму. Пантеру, точнее, 52 бакса, 27 баксов. И покупаем. Для начала идём в лучное снаряжение. Мастер-охотник. И кобуру используем. Мастер-охотник. Это мастер-охотник и эту штуку. Мастер-охотник. Отлично. Сет собран. Так, теперь нам что нужно? Комплект одежды. Пихрь смерти. Накидка из пантеры. На одно деление увеличил выносливость. За счёт, скорее всего, вот этой накидки, да? О, смотри, какая кошерная. А, или за счёт... Это полностью собранного, скорее всего. Также из этой легендарной пумы должен делаться ещё и амулет. Пойдём посмотрим, что же за амулет такой. Заходим в раздел изготовить и смотрим. Глаз пантеры. Снижает скорость расходования меткого глаза на 10% на 3 секунды. Всё, амулеты активны всегда. Ну что ж, дамы и господа. Вот такой вот челлендж, который нам удалось выполнить, было непросто. Нужно усидеться на месте, так сказать, чтобы всё это дело пройти. Надеюсь, серия вам понравилась. И, может быть, что-нибудь вы полезное для себя подчеркнёте. А с вами был Рирс. Не забудьте поделиться этим роликом с друзьями, поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал и нажать на колокольчик. В следующих сериях будут новые испытания. И в итоге мы соберём уникальный костюм. Всем до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»